Аплодисменты 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 Я бы не сказал, для всех, в том числе для наших кандидатов, вы это все знаете, но с повторением отмечения, и я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на 20 тысяч соберетов и вот наш темп. Наша специалистическая партия «Стравиль России» поделает запасу, единственная партия, программа которой начинается «Стравиль России». Больше таких партий в России нет. Ни парламентских партий, ни парламентских, спасибо. Дело в том, что мы это делали осознанно, потому что мы прекрасно понимаем, что от того, что будет происходить с нашей культурой, зависит все наше будущее. Второе. Горжусь тем, что единственная партия «Стравильской Федерации», где более 65% — это женщины. Это не случайно, потому что нашим дорогим женщинам, как никому, особенно присуще обозренное чувство справедливости. Это тоже естественно. Теперь еще я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Единственная фракция в Государственной Думе, которая при рассмотрении бюджета, который вносит правительство, готовит свой альтернативный бюджет. Больше альтернативный бюджет не в состоянии проработать ни одна фракция. Но «Единая Россия» она и не может, потому что она будет консовать за бюджет правительства, а другие просто не в состоянии. Еще, уже говоря о специальной военной операции, горжусь тем, что 9 марта 2022 года, через две недели после начала специальной военной операции, я собрал нашу фракцию, нас 28 человек, трое беспартийных. Я на это специально обращаю внимание. И спросил их, дорогие коллеги, товарищи, я могу от вашего имени публично говорить, что мы поддерживаем президента, мы поддерживаем проведение специальной военной операции, и я попросил их проголосовать. 28 рук за. Так вот, на сегодняшний день, уже два года идет больше специальная военная операция, на сегодняшний день это единственная фракция в Государственном Думе, которая сделала это. Больше этого не сделает ни одна фракция. Не будет единогласного голосования. Ни у «Единой России», ни у КПРФ, ни у ЛДПР, ни у Новокрыния. Не думаю, что кто-то из них осмелится проголосовать против, не придут. Справдывайтесь, что вы будете, я там больной. Да? А вот у нас, я не согласна проголосовать. Теперь о последних событиях. Внесение законопроекта, который в первом чьи не принят, по индексации пенсии для рабочих пенсионеров, это наша победа. Ну, понятно, президент поручил внести закон «Единой России», но так на всякий случай. За восемь лет, когда не индексировалась пенсия, семь раз мы вносили закон о индексации пенсии в рабочих пенсионеров. «Единой России» отклонял. А теперь они белые и пушистые, вот какие вообще мы молодцы. Ну и, кстати, не могу не сказать про ЛДПР. Когда мы, после того, как в 2020 году добились поправки в Конституцию, это была наша поправка, и сегодня есть норма в Конституции, которая звучит так. Пенсии в Российской Федерации индексируются не реже одного раза в год. И там не говорится, о каких пенсиях идет речь. Работающие, не работающие, все пенсии должны индексироваться. И мы на основании этой нормы Конституции решили буквально полгода тому назад обратиться в Конституционный суд. Мы весь из партии КПР собрали подписи, и нам не хватало одной подписи. Нужно 90 депутатов, чтобы официально это было обращение в Конституционный суд. Мы обратились в ЛДПР, мы обратились к новым людям, никто не дал эту подпись. А сегодня все говорят, ну вы знаете, что у победы много отцов, только поражение сирота. Но нам главное, чтобы дело делалось. Ну и не могу не сказать еще об одной нашей победе. Я имею в виду прогрессивную шкалу подоходного налога. В программе нашей партии еще в 2006 году это было записано. И вот сейчас это уже станет нормой. Конечно, мы будем подавать поправки. И в закон о индексации пенсий. Потому что нас не устраивает, что с февраля будущего года индексация начнется. А за 8 лет, разве не будет правильно проиндексировать нашим работающим пенсионерам пенсию. Пока тишина. Но уверен, что все равно мы этого добьемся. Ну, я специально, уважаемые товарищи, обратил ваше внимание на некоторые моменты. Мы, если говорить о специальной военной операции, мы взяли шество над мототресковым полком 14-29. Это было еще после 22-го года. Горгимся тем, что в январе этого года указом президента этому полку присвоено звание «Гвардейский». И вы прекрасно понимаете, что это значит. Они находятся в Запорожской области, на линии Роботино. Кто знает, следит за ситуацией на фронте, знает, что это такое. Молодцы. Мы им помогаем. Ну и, кстати, хоть скоро я об этом вспомнил. Тоже не лишний раз напомнить, что именно наша партия еще в мае 2014 года признала независимую ДНР, ЛНР. И все эти годы, пока мы официально не признали, мы поставляли нашим братьям не только гуманитарную помощь, я называю вещи своими винами, я под всеми санкциями, под уголовными делами, и в Киеве, и в Гресселе, мне на это плевать. Но дело в том, что мы находили возможность оставлять нашим братьям то, чем нужно воевать. Не только продукт капитальный, а потому что мы понимали, что это такое. Ну и нужно отдать должное. Спецслужбы в нашей стране шли нам на встречу. Через наши каналы мы все это делали, чем очень горжусь. И завершая свое выступление, я хочу вот, что всем вам пожелать. Как я вам рассказал, победы отцов много, но ведь когда мы много-много лет занимаем принципиальную позицию и сворачиваем с нее, и мы рано или поздно добиваемся, и вот сейчас, когда мы выступаем против единого государственного экзамена, когда мы выступаем за возвращение пенсионного возраста к совестному результату, чтобы мужчины выходили в 60 лет, а в 65 лет, и, по-вечемому слову, мы добьемся этого. Нескоро, можно сказать, да? Ну, видите, 8 лет ушло на индексацию пенсии, да? Ну, бог с ними сколько лет, но мы все равно это добьемся, потому что за нами правда, за нами справедливость, и мы самые настоящие патриоты. Я желаю вам веры в себя, веры в нашу партию, и веры в нашу великую родину Россию, которая обязательно нашими общими усилиями стала справедливой. Это будет уже не название нашей замечательной партии, а суть нашей общей жизни. Спасибо, я теперь, чтобы я послушал, да? Я хотел, чтобы выступили люди, чтобы я послушал, да? Все, спасибо большое. Спасибо, Михайлович. Давайте по порядку. Нет, просто... Нет, товарищи, давайте... Спасибо, вы скажете по весу. Спасибо. Хорошо, спасибо, я снова очень сказал. Самое главное, я хотел бы собрать... Дело в том, что Михайлович молодец, я ему полностью доверяю. Он очень хороший организатор, он настоящий патриот нашей Родины, патриот вашего замечательного Коваровского края. Вот вчера мы были на рассадном рынке, но, ей-богу, я ведь езжу много по стране. Но не каждый раз услышишь так хором, когда говорят спасибо вашему руководителю, Михаилу Викторовичу. Это было приятно, и я полностью разделяю мнение работников этого рассадного рынка, потому что Михаил Викторович молодец, настоящий полковник. Сергей Михайлович, у нас несколько наших друзей и коллег записались на выступление, цели на вопросы. У нас есть список, который в этом поле лежит на углу передавания. Есть предложение сначала выступить представителям и участникам специальной военной операции, если, конечно, желание у вас такое есть. Дорогие друзья, есть такое желание? Здравствуйте, уважаемые жители города Кубарновска и Кубарновского края. Меня зовут Алексей, являюсь участником специальной военной операции. На данный момент нахожусь на инвалидности, на реабилитации, на лечении. Уже в течение полутора лет я пытаюсь восстановить свое здоровье. Каждый раз что-то за кем-то переделывает. Достаточно очень много проблем. В связи этим, все-таки получилось получить, слава богу, обычную гражданскую инвалидность. На обычной пенсии нахожусь работать, я не могу, так как я могу только стоять, передвигаться мне тяжело, сидеть мне тоже очень больно. В основном мое время я пробужу лежа. То есть, если что-то и делаю, чему-то обучаюсь, то лежу за компьютером. Очень редко пытаюсь как-то, ну, сидеть. Очень проблематично. Лечение будет продолжаться еще в течение около двух лет со всеми операциями. Недавно столкнулись с такой проблемой. Сейчас нам недавно начали выдавать удостоверения ветеранов боевых действий, за которые мы боролись, мы писали в правительство. Благодаря, надавляя все-таки, нашим письмам и нашим, скажем так, старшим коллегам, все-таки удалось получить эти удостоверения. Мы все за них очень сильно пились, но в итоге, как бы вкратце, чего мы добились. Пенсия у неработающего гражданина по инвалидности на данный момент по баровскому краю составляет 17 копейками тысяч рублей. Все получили удостоверение ветеранов боевых действий, все надеялись еще хотя бы на 4 тысячи сверху, но нет. И не на временную денежную выплату мы можем получать только одну либо по инвалидности, либо по ветеранскому удостоверению. То есть, по факту, наши доходы не изменились. Были 17 200, стали 18 200 на тысячу больше. Тоже как бы не очень такая ситуация сложилась, но на эти деньги сейчас даже и жилье снять тяжело. Я сейчас со своей супругой, которая тоже достаточно тяжело найти работу, проживаем с моей матерью и еще моим младшим братом в небольшой квартире на Красной Речке. как бы ютимся, пытаемся как-то прожить. И столкнулись с такой проблемой. У нас в федеральном законе о военной травме у нас сказано, что военную травму в результате боевых действий, в результате несения службы может получить только военнослужащий либо человек, являющийся альтернативно служащим. К сожалению, я к этим двум категориям не отношусь. Я, мой коллега и остальные наши братья по оружию, многие. И, к сожалению, на фоне этого мы не можем получить по факту больше ничего. Ни региональных выплат за ранение, ни федеральных выплат за ранение, ни каких-либо других государственных, скажем так, премий за нашу работу. Мы защищали интересы нашей страны, мы защищали интересы нашего края, наших людей. Мы добровольцы. Нас никто не звал там ни по какой повестке. За нами там никто не бегали, никакие военные комиссары и так далее. Мы самостоятельно приехали, сказали, дайте нам обмундирование, мы поехали. Нам надо спасать наших братьев. Коллега в штурмовом заводе был, я медиком, соседней, скажем так, группе. И вот так получилось, что я в таком состоянии приехал к коллеге ранены, но благо вылечился. Повезло. Вылечили нормально, сейчас ходят на двух ногах. Но таких, к сожалению, сейчас немного. У нас достаточно много проблем. Многих проблемы с трудоустройством, многих проблемы с финансами. Я думаю, ну, я не буду озвучивать по шевронам, я думаю, многие поняли, с какого мы подразделения. И многие, я думаю, слышали о наших проблемах. Сейчас Сергей Михайлович сказал слово про то, что будет писаться в дальнейшем, я думаю, будут обращения в Конституционный суд. Сейчас это обращение также я готовлю со своими коллегами на внесение поправок именно в этот закон о том, что военную травму могут получить только военнослужащие. Мы постепенно собираем документы. Я получил отказ в военном госпитале, получил отказ в соцзащите, получил отказ в еще какой-то инстанции. Я уже даже не помню, я уже куда только не писал. Все эти документы мы постепенно собираем и направляем тоже также в Конституционный суд для внесения поправок в данный закон. Очень надеемся на поддержку Сергея Михайловича. Вообще, в принципе, всех людей неравнодушных к этому многие оставили там своих родственников, братьев, сыновей, отцов, дедов. Кто-то, может, даже и по женской линии оставил там родственников, к сожалению, эта война, с этим ничего не поделаешь. Очень надеюсь на поддержку Сергея Михайловича. Обратиться нам, в принципе, больше некому. Обращались уже много, куда поддержки практически нигде к нам нету, к сожалению. В принципе, проблемы данные я озвучил. Я думаю, больше сказать нам пока нечего. Еще, я думаю, может быть, коллега мой скажет пару слов, у него тоже было что-то. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые участники. Хотелось бы еще добавить, что можно использовать административный ресурс, которого мы лишены, который есть у руководителей партии, для того, чтобы поддержать именно какие-то льготы для бизнеса, для участников специальной военной операции. То есть мы защищали это государство, и мы его хотим развивать на гражданке. Но хотелось бы какое-то льготное кредитование для бизнеса. То есть хотелось бы какое-то льготное налогообложение. Ну что, допустим, у меня есть строительная компания, я принимаю также сослуживцев. Где-то мы помогаем друг другу, поддерживаем. И хотелось бы развиваться не только на военном поприще. Как говорится, война, она закончится. Что дальше? То есть, допустим, Алексей, несмотря на свое состояние здоровья, он также мог бы удаленно что-то развивать, если были бы условия, ставящие его в приоритет относительно других участников бизнеса в нашей стране. Вот хотелось бы увидеть этот выбор на какой-то программе. У меня все. Спасибо. Возвращаясь к теме, которую мы вчера проговаривали, я с вами, то, что нельзя разделять на категории военнослужащих, добровольцев и мобилизованных категорически. Об этом мы все пропишем, я вам все отказываю. И вот вчера говорили, я не добровольна, и сегодня хочу озвучить то, что о помощи семьям. Наше региональное отделение пошло немножко дальше. Мы взяли в свою опеку отделение 14-й отдельной бригады. У нас создан учебный центр на базе 14-й бригады. Там инструктора, все ребята, прошедшие СВО, прошедшие усилия, и имеют категорию вывести В. Ну, по определенным причинам. Все пустые ранения, они не могут обратно вывести. То есть, операция проводится с их показанием. И они сформировали врачебный центр, где тренируют ребят, которые будут убывать. Мы помогаем им на полигоне, и обеспечиваем необходимые состроительства. Мы помогаем врачебным центрам, обращающимся, закупаем необходимые медицинские... Тренажеры, да? Да. Тренажеры, каждый... У нас все на поле, и все обеспечены. Спасибо, Виктория Алексеевна. Спасибо. Сергей Михайлович, у меня есть предложение предоставить слово депутату Хабарска городской думы 7-го созыва председателю местного отделения городского округа города Хабарск Невсу Алексеевичу Куратову. Сергей Михайлович, здравствуйте. Вопрос связан с выборами. Хотелось бы узнать ваше мнение, как вы относитесь к трехдневному голосованию. Ваша позиция по муниципальному фильтру и зачем он вообще нужен? Собственно, все. Спасибо за вопрос. Но трехдневное голосование редко отрицательное. Но нужно отдать должное людям, многим это нравится. Потому что они не обязательно в воскресенье идут. Но мы же понимаем, что происходит ночью с пятницим субботом и особенно субботом-воскресеньем. В этот трехдневной совет, и мы это делаем везде, призывать наших избирателей приходить в воскресенье лично. В последний день. Потому что здесь уже ничего не сделают. Мы видели, как сейфы перемещаются ночью сами по себе. Мы видели, как все печати были нарушены. Мы все это знаем. Поэтому наше отношение к другим голосованию резко отрицательное. С точки зрения муниципального фильтра, мы не понимаем, мы всегда выступали против него. Но это поддактивно, это не выбор. Это исполняющий административный губернатор выбирает себе комфортных соперников, таких парень-партнеров. И это нереальный выбор. Это ерунда полная. И для того, чтобы собрать муниципальный фильтр, ну давайте назовем вещи своими нами, это нужно прикинуть поклон к Рио. Сказать, знаешь, я такой белый и пушистый, я тут тихонечко сбоку постою, но ты дай мне поучаствовать. Он посмотрит на тебя, скажет, ну ладно, вроде ты не страшный, я тебе дам. А если ты из себя что-то представляешь, вот, например, как Михаил Билл, так, это опасно, это уже пахнет старым туром, давайте-ка вытаскивать, не дадим возможность собрать подписи. Но это же полная ерунда. И, кстати, вот я говорил о необходимости, возвращаясь в праведливость, в социальной сфере, но вот если вы задумали о вопросе избирательного права, но я думаю, что в этой аудитории многие люди, которые уже много лет занимаются политикой, хотя бы сидят. Вот представьте себе, что в законодательстве было право создать избирательный блок или объединение. Если бы мы создали блок с КПРФ, все Единая Россия стояло в нервном куриловом стороне. Все. И блок справедливой России за правду и КПРФ побеждает любой партии. А нас не нуждает, по-принципу, разделяя властвы. Мы должны конкурировать с ними, с другими партиями, да, и Единая Россия лапки потирает, довольны и все. Поэтому, конечно, к тем проблемам, а когда вы сказали, резко-ответсоциативные отношения, мы противники. Более того, у нас по избирательному законодательству у нас целый пакет предложений. Мы понимаем, что еще пока не время. Но я тоже уверен, что и до этого дойдет, потому что люди хотят праведливости. И, между прочим, вот наши ребята, бойцы, они же кровь проливают, они же это рискуют. Да, вот они, когда вернутся, вот уже возвращаются, а они смотрят, говорят, ребята, что-то как-то вы заживете, это несправедливо. Почему вот так, а почему не это? И жизнь будет меняться к лучшему, в том числе, благодаря нашим победителям, нашим участникам, специально-всоциативам. Вам, ребята, за это огромное спасибо. Сергей Михайлович Копавлев, у нас здесь есть представители Морского муниципального района, депутаты Сопрания. Они в этом году, вот пару месяцев назад, отстояли прямые выборы в своем районе. Они оказывались очень серьезным давлением со стороны внутренней политики, правительства Хабаровского края, со стороны действующего главы, но они очень сильные и отстоят. И у нас город Хабаровск, тоже один из немногих краевых и областных столиц, где прямые выборы в своем районе. Сергей Михайлович, у нас буквально вчера одного нашего однопартийца задержали сотрудники полиции. Очень активный человек с гражданской полиции, он же является еще врачом, хирургом, стоматологом. Владимир Витальевич Рыбалко хотел выступить по вопросам по проблемным вопросам здравоохранения территории Хабаровского края. Владимир Витальевич, прошу. Здравствуйте, уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые присутствующие. Я могу выйти вперед, если удобнее будет? Ну, конечно. Здравствуйте. Как сам предлагаю? Хорошо. Ну, скажу, вчера было не задержание, попросили съездить в отдел полиции. В это время проезжал, видимо, генеральный прокурор, и нужно было, чтобы я там не стоял. И через 15 минут я вернулся, продолжил пикет, все хорошо. Вышел в городе, и вопрос решили за 2 минуты, тот, который не решался несколько лет. Я не прихожу на пикет, а полстанцы убирают до сентября. Ну, вот так вопрос решился. Два года на это ушло, чтобы из черного сказать, что это черное, и безопасность детей важнее, и убрать. По поводу здравоохранения. Вот все говорят, что в Хабаровском крае не хватает врачей. На самом деле, врачей в Хабаровском крае достаточно. Те слова, которые говорят о том, что их не хватает, ну, наверное, и во всей стране так. Это не хватает, а по государственной системе здравоохранения. Существует несколько систем здравоохранения. Они поднаписаны в Конституции. В Российской Федерации поддерживается развитие государственной и муниципальной, где-то еще муниципальной системы, и частной системы здравоохранения. Так вот, в Хабаровском крае 71 учреждение государственное и более 500 частных медицинских организаций. Представляете, более 500. Вот проблема с организаторами на самом деле. А кто организаторы этих частных клиник? Да это лучшие организаторы, лучшие способные специалисты, которые ушли по каким-то причинам из государственной системы здравоохранения. Пример, вторая больница. Закрывали вторую больницу, соединили ее с первой ЧЛХ. Сейчас оказывается, что на СВО получают ранения челюстно-лицевую область, и надо, оказывается, их лечить, и сейчас вот будут, значит, а где специалисты? Заведующее отделение, ну, скажем там, по слухам, да, уволился в ЧЛХ, потому что, говорит, я не хочу в 40 лет получить инфаркт. Количество операционных не увеличилось. В Хабаровске миллион 200 жителей. 600 тысяч в городе Хабаровске, в белой больнице на площади Еленя, ну, здесь все местные, да, наверное, лечились. Переломы челюсти, воспалительные заболевания. 600 тысяч в первой краевой больнице. Сейчас это все объединили на тех же почти площадях, где лечились 600 тысяч. Как они там могут оказывать вовремя вскрыть флигмону? В течение, там, дня, да, они не могут соблюсти эти сроки. Количество гнойных чисток операционных не увеличилось. Детское лороотделение первый месяц размещалось в гинекологии. Какая необходимость была вот эту больницу, она сейчас просто стоит в пустах. Какая необходимость? Я вот не понимаю, что сократить главного врача, но оставьте на месте те мощности, площади, да, но сократить главного врача, назовите его заведующим отделением. Я что хочу сказать? Вот в Хабаровском крае количество врачей огромное. И с точки зрения государства управлять, управлять, они вот повязли в этой рутине, в рутине управления и настройки государственных больниц. Если ты руководишь регионом, в котором есть количество людей какое-то, да, и они ходят в частные клиники, можно перенаправить поток денег в частные клиники всего лишь. Люди же сами несут туда свои деньги. И тогда, возможно, возникнет конкуренция, государственные будут лучше записывать на прием по телефону. Сейчас же по телефону не запишешься. И организаторы, может быть, не будут уходить, если к ним будет лучше отношение. Понимаете? Нет частной клиники враги. Мы потратили много лет. Я был председателем комитета по развитию частной системы здравоохранения в Хабаровском крае в Совете по предпринимательству. Один был губернатор, второй, третий исполняющий обязанности у губернатора. Все предложения вот этого комитета по развитию частной системы здравоохранения по взаимодействию с государством, они были все отвергнуты. Просто все. Ни одной предложения. Даже там, где денег не надо. Вот случай такой, да. Причем в соседних субъектах реализованы все эти предложения. Ничего не задерживают. Михаил Анатольевич. Регламент. Хорошо. Беременная женщина. Вопрос. Проблема с плодом или нет? Надо собрать консилиум и решить. Прерывать беременность или нет? Единственное место, где можно это решение принять, только перинатальный центр. А есть частные центры, очень крупные. И они предлагают, приходите к нам бесплатно на оборудование высочайшего класса. Соберем консилиум, в медицине принято так. Консилиум и решим, прерывать или нет. И дают женщине противоположное мнение. Допустим, надо или не надо. Разница. Женщина что делает? Она в Хабаровске не получает консультации в консилиуме, едет в Москву. В Амурской области, пожалуйста, все реализовано, приходи на консилиум и решай. Вопрос очень важный. Поэтому у меня предложение такое. Рассматривать все-таки здравоохранение и количество врачей с учетом вот этого огромного количества врачей в частной системе здравоохранения. Потом врачей в Хабаровском крае не хватает, хватает. То, что говорят, не хватает, только в государственной системе. И я считаю, что это проблемы именно управления, перераспределения финансов и проблемы управления, в том числе и кадров. Спасибо. И страховая медицина, это просто кошмар. Зачем эта прослойка, страховая организация ВМС? Но об этом справедливость ей постоянно говорит. Какой-то процентик себе отпуска. Зачем? Дублирует ФОМС. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Вы в конце абсолютно правильно сказали. Фонд обязательный без страхования это абсолютно ненужный подкритник. Здравоохранение по конституции в 41-й статье обязано на государство. Значит, в частности, страховые компании как пьянки присосались и сосут бюджетные наши деньги. Где это видно? Чтобы частная компания контролировала государственные расходы. А у нас это вообще повсеместно. И вот проблема, о которой вы сказали, Владимир Владимирович, она абсолютно правильная. Что врачи в частный сектор, уходят в частные финские центры. И действительно, врачей-то хватает. Только давайте адекватную зарплату платить врачам, которые работают на государство, давайте ликвидируем фонд обязательных заинстрахований, уберем всех этих посредников, напрямую будем финансировать, и совершенно будет другая тогда картина. Все ваши предложения абсолютно правильные, будем вливаться ими. Спасибо. Сергей Михайлович, вчера у нас встреча с женами и вдовольным участникам специальной больной операции. Я затронул вопрос о налоговых льготах для ресурсовно-снабжающих компаний. Я предлагаю сейчас этот вопрос сильно не поднимать. Если время останется, я о нем более подробно расскажу. Дело в том, что у нас появились новые желающие и спекеры, которые хотели бы выступить перед вами. Поэтому у меня есть такое предложение передать слово нашему электоральному юристу, давнему партийцу Евгению Александровичу Толгою, который занимается вопросами, проблемами и вопросами по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории района имени Лозо и города Фабаровск. Спасибо. Я хотел бы отметить следующее. У нас в Российской Федерации проходила реформа, твердых коммунальных отходов. Она также коснулась Хабаровского края. И в 2021 году у нас состоялся повторный конкурс по выбору регионального оператора. И жители Хабаровского края столкнулись со следующим. Был у нас региональный оператор, который оказывал услуги по приемлемой цене где-то примерно 5,5 тысяч рублей за тонну. В 2022 году вдруг зашелся новый региональный оператор, который увеличилась с ума до 7 тысяч рублей за тонну. И в региональное отделение поступило несколько тысяч обращений граждан, которые столкнулись с такой проблемой резкого роста и повышения тарифов на твердые коммунальные отходы. Региональное отделение обратилось в арбитражный суд Хабаровского края с требованием о признании недействительного конкурсного отбора и соглашение с новым региональным оператором, который установил такие завышенные, существенно завышенные цены на оказание данной услуги. В ходе рассмотрения дела выявились факты незаконного увеличения расходов регионального оператора. Фактически цена увеличилась на 3,5 миллиарда, если мы возьмем по сравнению с прошлым региональным оператором, это там на 10 лет. И кроме того сам факты незаконного и даже противоправных действий были вскрыты, фактически увеличилось на каждый год было заложено по 684 миллиона на несуществующий мусоросортировочный комплекс, который якобы предполагалось строительство, они заложили туда эти расходы несуществующие, что вызвало итоговый рост тарифов, это я существенно обратил внимание. Ну и кроме того были увеличены последующие транспортные расходы. В данном случае мы разбираемся с этой ситуацией, готовим обращение и в Следственный комитет Российской Федерации и хотели бы к вам обратиться, чтобы вы нас поддержали и обратились, мы подготовим и представим все доказательства и факты противоправных действий Генеральной прокуратуры Российской Федерации помочь жителям Хабаровска установить законные и обоснованные тарифы. И справедливые, да, самое главное справедливые тарифы. Спасибо, Евгений Александрович, но если говорить о так называемой мусорной реформе, полный бред, полная ерунда. Значит, появились региональные операторы, которые как валили мусор на свалке, так и валили. Граждан призывают давайте собирать отдельный мусор. Вот граждане собирают, вот тебе почет для стекла, вот тебе почет для пластик, вот для железа, приезжает контейнер, все сваливает в одну кучу, люди все это видят и руками разборят, а для чего мы все это делаем. И в этой связи только повышение тарифов. Более того, вот вы упомянули про транспортные, значит, у них очень важный плечо. Чем меньше плечо, то есть куда уводить мусор, тем лучше, потому что иначе это бензин, это накладные расходы, вот они сваливают очень часто рядом с населенным пунктом с осенотекающими последствиями. Все эти разговоры якобы о переработке этого мусора, ну это бред, значит, перерабатывается в виде 3%, хотя говорят, что там какие-то другие типы называют. В этой связи я с большим удовольствием всегда готов обращаться к генеральному прокуратуру, к долгодам, потому что наша позиция нашей партии, это не реформа, она провалена полностью, только региональные операторы наживаются, потому что поднимают тарифы на вывоз мусора, ничего не поменялось, как свалки были, так они продолжают увеличиваться, и только от этой так называемой мусорной формы ни в какой нету. Поэтому обращайтесь, я тебя поддержу. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что мы давно занимались этим вопросом, и есть федеральный закон 88-й, в котором четко было прописано, что если на территории субъекта есть организация, которая имеет лицензию на сбор, утилизацию, сортировку ТКО, то заход другой организации невозможен. Так вот, на территории Поваровского края есть такая организация, это акционирование общества спецавтогазейства, в котором есть две сортировочные станции, где есть полигон, но тем не менее, вопреки закону, к нам зашел совершенно другой посторонний рекоператор. Вы скажите, пожалуйста, кто является губернатором этого окинального партнера? Кто вообще руководитель? Это не так все, но очень хорошие напомнят нашего бывшего. Бывшего губернатора Дегтярёва. Вот и все. Сергей Михайлович, предлагаю передать слово Мирнику Владимиру Петровичу, нашему учителю, который расскажет о вопросах окладной части учителей. Уважаемый Сергей Михайлович, для начала хочу обратить Ваше внимание, что со стороны финновников Министерства нашего образования, на городе Хабаровска, происходит самая натуральная диверсия по отношению к учителям. В конце мая мы получили ответ от Министерства образования Клебниковой на наш запрос «Почему такие маленькие оклады учителей?» Она ответила, что они занимаются непревышением целевых показателей среднемесячной заработной платы учителей. То есть, грубо говоря, низкие заработные платы учителей – это основное мероприятие от правительства Хабаровского края. В школах Хабаровска и Хабаровского края сложилась тяжелейшая ситуация из-за нехватки учителей. За последние два года учителя увольняются один за один. Почему? Потому что нагрузка у нас самая высокая нагрузка во всей России. У нас две ставки, это вообще как это меньше просто не бывает. А большинство учителей, чтобы выжить, берут 50 часов нагрузки и 60. А когда это все происходит, потому что клады хабаровских учителей самые маленькие у нас почти 9 тысяч. В том году были 8. Только недавно они испугались нас, с января поднялись. А было 8 200, 8400. А вот в Владивостоке, хотя одновременно в Владивостоке у нас буквально рядом Владивосток 20 тысяч клады. Там этим занимается губернатор края. А у нас почему-то Кравчук этим занимается клады. составляет. Согласно единым рекомендациям, оклад должен составлять 70% от заработной платы. Но по факту чиновники у нас в Хабаровске придумали целый механизм по присвоению бюджетных средств под маркой экономии. Сейчас я вам расскажу в чем это смысл механизма заключается. Но вместе с Михаилом Викторовичем мы последние годы пишем один за одним вопрос запросы в Министерство образования. Но так и не получили. Почему у нас такие маленькие оклады? Они просто от писки от маски пишут. то так майские указы выполняются. Все мы выполняем. Все у нас 60 тысяч у нас учителя зарплатную плату получают. По факту у нас 30-35. Самое хорошее это 40 тысяч. И то это по три ставки по два класса круглого ворота берут. Это вообще ужасно. Нагрузки дикие. У нас учителя ресурты получают. Высокое давление. Некоторые после пенсии уходят и тут умирают просто не доживают. Не получают никакой пенсии. Таким образом расследование этого механизма мы начали расследовать. Механизм присвоения бюджетных средств по марке экономики заключается в том, что чиновники придумали хитрые понятия как грот. Грот это гарантированная размера оплаты труда. Надо отметить, что мы хотим поднять и сделать, чтобы не заработная оплата была гарантированная заработная оплата, и оклад должен составлять минимум 19 тысяч. Чиновники с помощью понятия этого грот не хотят поднимать оклады учителя. На самом деле это понятие даже не существует. У нас есть официальный ответ. Я вам передам. Михаил Петрович? Можно? Вот. И они прямо там как и пишут, что гарантированный размер оплаты труда применено в качестве сокращения к словосочетанию минимальной размера оплаты труда и не является самостоятельным понятием терминов, влекущим правовые последствия для правоприменителей. то есть мало того, что они сравнили несравнимые вещи, к тому же они еще и ответственности никакой не несут. То есть деньги бюджетные воруют, наши учительские деньги, учителя деньги воруют, так еще и ответственность то есть Василия присвоили и все. И мне теперь понятно, я темно уже больше 4 лет занимаюсь, писал запросы низкообразования, почему у нас майские указы не выполняются, а он больше 3-х у них все выполняется. Так вот, теперь понятно, мы теперь выяснили, почему майские указы не выполняются, потому что деньги экономятся и потом присваиваются себе так как на карман. Помогите, пожалуйста, Кабарскому текущему. Давайте обращайтесь, Владимир Петрович, дело в том, что заплату вчителя везде в России абсолютно все неправильно и неповедливо. Мы же вносили законопроект, мы считаем, что такие категории бюджетников, как все врачи, все медицинские работники, все, кто работает с тем образование, это и учителя в средней школе, это дошкольное образование, это педагогия высшей школы и, конечно, все работники культуры должны быть по статусу, по зарплате, по социальной защите переравлены к госслужащим. Не нужно записать декларации, как делают депутаты, но зарплата и социальные и пенсии должны быть как госслужащие, потому что это государственные люди, это то, на чем вообще государства наши делятся. Пока эта идея не находит сильного утверждения, но действительно больно слышать, ведь сколько было указов, мальские указы и по врачам, и по вчителям, возле, и не там. Крутятся, ведутся, придумывают всякие отговорки, всякие отписки, либо реальные деньги платить. Поэтому, Ленточич, обращайтесь, тем более, если есть такая разница на Дальнем Востоке между Хабаровским краем и Приморским краем, это несправедливо. Надо восстанавливать хотя бы здесь, чтобы одинаково было. Давайте обращайтесь. Я приглашаю выступить Олегу Анатольевичу Губарец, нашего соратника, коллегу, эколога. Добрый день, Сергей Михайлович, добрый день, коллеги и участники мероприятия. Фамилия Губарец, зовут меня Олег Анатольевич. Я являюсь председателем общественного объединения общественного экологического движения от защиты природы Хабаровский края. Параллельно я являюсь членом Координационного совета по экологическому благополучию и практике финансовой публичности и общественной полагательской федерации. Сергей Михайлович, позвольте от лица мнения поблагодарить вас в первую очередь за то, что вы посетили наш богоспасаемый Хабаровск, почему богоспасаемый, но на самом деле уже из практики как обыватель, как житель и как руководитель объединения, скажу, что практически во всех сферах буквально мы наблюдаем мягко сказать разум. Это правда и может быть не все хотят призмовать все эти свои же шутки, но тем не менее мы жители, мы это видим. И одно из направлений как раз то, что 14 статья Конституции Российской Федерации, где государство гарантирует, Конституция нам гарантирует право на экологическую безопасность, на экологическое образование, экологическое просвещение и как итог право на выращивание будущих поколений, то есть мы работаем на будущие поколения, не на себя сегодня, это и получение послания президента, летмайских указок. Но на сегодняшний день в сфере экологии, экологический блок, который мы ведем на территории Хабаровского края, коротко расскажу о нем и потом скажу суть, что я хочу и какой поддержки от вашей фракции. Наше движение занимается экологическим просвещением, экологическим образованием, это в рамках дополнительного образования, успех каждого ребенка, это экологическое просвещение, экологическое образование в рамках формирования каждого потенциала в лесной отрасли. Также мы ведем общественный экологический контроль, у нас создана своя общественная экологическая инспекция, она абсолютно официальная, абсолютно законная, где мы ведем анализ, уже на протяжении четырех лет мы анализируем, у нас есть аналитика всего происходящего, как исполняются указы президента на местах региональных властей. И вывод однозначен, что национальные проекты, это экология, национальный проект, образование, в частности, касаемого правильного от заработных плат и до все-таки посылов кадрового потенциала, когда мы должны увидеть специалиста, именно специалиста вырастить с детского сада, начиная с просвещения и проделать с ним до вуза, суза, технику, маневата. Мы должны получить специалиста. На сегодня эта проблема вся провальная. мусорная так называемая реформа отхода производства и потребления, когда у нас по сути 2019 года мы должны были идти к целям и показателям улучшения качества утилизации, переработки, сортировки. то есть мы до 80% должны разделять, перерабатывать, то есть превращать в порт сырье и отходы лишь хвосты мы должны увозить на полигонах. Ну, фактически мы видим обратную картину, что есть хорошая отчетность только у нас на бумаге, все остальное оно у нас было лучше, чем на сегодняшний день мы пришли с региональной операции. Стало хуже. Поэтому это правда. Еще одно из направлений это лесной кодекс. В лесном кодексе по линии Рослесхоза не хватает в свое время она была это был пункт о школьных лесничествах. Но сегодня этот пункт убран и в Рослесхозе есть поручения есть приказы есть внести приказы о формировании школьных лесничеств для гражданского романцала. Это все убрано. Но мы предлагаем внести поправку в лесной кодекс и ввести туда это посвящение. Когда можно было бы привязать бюджетную сферу для реализации именно школьных лесничеств на места для формирования кадрового потенциала. Мы эту проблему в Москве обсуждали и проблема остается кто выступит из субъекта инициатором данной поправки. Мы подготовили все обоснования у нас есть. Поэтому здесь проблема только кто выступит из субъекта. Мы готовы и общественная палата поддерживает проговоренно уже. Сергей Михайлович вот здесь основная будет просьба в изменении лесного кодекса. Ну и конечно в реализации федерального проекта отхода производства и потребления. У нас уже с отходами очень большая проблема. время время так понимает. В принципе все тогда Сергей Михайлович спасибо еще раз что посетили что поговорили. Спасибо Олег Константинович смотрите по лесному кодексу наверное помню что наша фракция голосовала против изменения лесного кодекса. Самое главное делование убрали хозяина из леса лесника. Сегодня лесника в лесу нету. Вот отсюда и пожары и все что творится в лесу это все следствие именно вот этого. Более того если говорить о лесных пожарах вот так называемые контролируемые неконтролируемые эти пожары но это полный бред. То есть сейчас где начинается пожар смотрят сколько расстояний до населенных пунктов далеко гори синим пламенем пока не придет к поселку пока спросите туда пока поселок не сгонит да более того значит у нас есть ЛЧС у нас есть вот эти замечательные самолеты безъесте но оказывается чтобы тушить пожар в Кабаровский край если у Кабаровского края есть деньги чтобы оплатить МЧС тогда он вызовет тем неедолки более того сядут и будут сидеть ждать пока деньги не пройдут по счету а так вообще даже не вылезет ну бред полный да и в этой связи вы абсолютно правы и еще Анатолий Анатольевич я хочу представить вас ваших коллег кто занимает экологией у меня создана группа возглавляет Анатолий Перепутин это полковник ВДВ Старкин и Федор Щелетов они занимаются вопросами экологии дело в том что они тоже вам информация да наверняка в Кабаровском крае и в Кабаровске и в Кабаровске и в Кабаровске сталкиваются с проблемой запах да когда обратите воняет значит да дышать невозможно можно что не открыть приезжают службы замеряют предельно допустимые концентрации все в норме а потому что пахнет другое оказывается у нас есть такое и атмосфера они давно работают над тем как фиксировать запах да и как докажут что это вредно для здоровья человека и этим словом я специально вам говорю можете ко мне прощаться они сейчас очень многие проекты готовятся по экологии и будем этим заниматься спасибо вам Сергей Михайлович я я передал документы там резолюция да спасибо Василий Андреевич Харимонов прошу вас Василий Андреевич с трех минут до полторы я передал где на пенять да приветствую вас уважаемый Сергей Михайлович Сергей Вячеславович Михаил Вячеславович коллеги и приглашенные к нам в партию все чаще обращаются жители города Хабаровска с проблемами связанными с их общениями с мигрантами и лицами только недавно при прибывшем на территорию нашей страны и получившими гражданство основная проблема это бесконтрольный ввоз мигрантов и отсутствие социализации у вновь прибывших если часть из них перед получением гражданства оформляют рабочую визу и хоть как-то вникают в образ жизни традиции местного населения не побоюсь этого слова подавляющее большинство из них покупают гражданство и при этом несколько коррупционных кругов при помощи своих осевших в России земляков становятся частью нашего общества вот только принятые в нашем обществе нормы моральные устой для них чужды лично для меня думаю для большинства граждан абсолютно непонятно по какой причине ответственные за миграционную политику чиновники не предпринимают никаких мер дошло до того что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин во всеуслышание заявляет о срочной необходимости ужесточения миграционной политики хотелось бы остановиться привести пару примеров на самых резонансных происшествиях связанных с приезжими в городе Хабаровске и в Хабаровском крае большим резонансом обернулся скандал когда в сентябре 21 года пассажиров нескольких автобусов маршрут номер 25 заставили покинуть салон так как водителям было необходимо помолиться в средствах массовой информации такие маршрутки прозвали шариатский автобус было подано большое количество заявлений в прокуратуру и к чему это привело привело это ни к чему в апреле 24 года буквально три месяца назад в Хабаровске из-за необходимости помолиться произошел транспортный колласс они вышли на линию одни из самых популярных автобусов автобусы маршрута номер 24 25 и 56 я очень сомневаюсь что такое оккультуливание по душе жителям города Хабаровска да и всей страны хотелось бы отметить проблему на которую жалуются в основном жители индустриального района люди заявляют что в предыдущих домах строится кафе с нарушением отходы вываливаются им под окна дым после готовки идет опять же к ним вогна военно-мэрской компанией мы получили одно из таких обращений после чего туда были приглашены сотрудники правоохранительств органов и там были задержаны по меньшей мере 15 лиц незаконно пребывающих на территории Российской Федерации педофилия изнасилования грабежи кражи убийства именно с таким оккультуриванием все чаще сталкиваются наше общество при взаимодействии с мигрантами а где диаспорт где органы которые контролируют работу диаспорт население видит работу диаспорт лишь в формате спятых нарушителя законного своего земляка при острой необходимости отправить его домой или нанять адвоката где работа направлена в сторону социализации ее просто нет буквально вчера ко мне поступило обращение от родителей учеников экономической гимназии они сообщили что первоклассников обучает женщина плохо разговаривающая по русски и не умеющая писать по русски это начальная школа это тот период когда в детей вкладывают основы для дальнейшего обучения родители к сожалению ничего с этим поделать не могут суть в большой очереди в школах может что-то не нравится забирайте документы и до свидания откуда такое на был школах если рождаемость падает люди уезжают проблема опять же в миграционном вопросе так в школе номер 77 при около тысячи учениках учатся 460 детей мигрантов вот и получается что это не работающий должным образом такой не работающий из-за отсутствующей миграционной политики происходит фактически замена населения уважаемый Сергей Михайлович мы прекрасно знаем что данный вопрос беспокоит вас лично и у партии есть предложение как исправить ситуацию это нелегко но нам никогда легко и не было убедительная к вам просьба продолжить отстаивать повестку в данном направлении от нас вы получите лишь поддержку дополнение мысли спасибо за внимание спасибо за поднятую тему это действительно очень важно позиция нашей партии простая мы категорические противники современной миграционной политики первое миграционная служба находится в сутку МВД это коррупционная составляющая в моем родном городе Петербурге в Тульской области в Приморском крае арестованы генералы которые выдали несколько десятков тысяч свидетельств о гражданстве без всякого экзамена просто за деньги люди ни слова не знают по-русски люди абсолютно и они теперь граждане России в этой связи необходимо миграционную службу вычленять из МВД и кстати в этом нас поддерживает президент теперь вот вы упомянули про диаспоры у нас есть законопроект о запрещении деятельности диаспоры на территории Российской Федерации ребята вот есть общественное движение а у диаспоры когда ну я коллеги вот недавно был теракт страшный в Махачкале интервете а помните в конце прошлого года нападение на аэропорт Махачкалы там несколько сот молодых людей громили глубились над полицейскими знаете сколько наказано причем наказано мягко 5 человек а безнаказанность порождает вот это и кто бы мне ни говорил а я уверяю это следствие одного и того же и в этой связи наше предложение если мигрант либо гражданин который получил гражданство совершает преступление территории Российской Федерации он должен надлить по строгости закона а вся его семья весь его клан немедленно выдвинутый из Российской Федерации Более того Махи предлагаем ввести визовый режим со странами Центральной Азии мы предлагаем въездной взнос любой кто сюда приезжает платит взнос в конце концов это деньги за которыми мы будем выдворять в случае необходимости а не за наш с вами еще Одним словом правильная постановка вопроса мы работаем над этим и будем защищать национальные интересы наших граждан и национальные безопасности наших стран Спасибо Марина Владимировна ровно одна минута ровно одна Я представляю некоммерческую организацию называется она если много говорить Хабаровская краевая общественная организация с содействием экономическому экономическим управлением Хабаровским краем народный контроль а попросту народный контроль и цель нашей организации самая банальная и простая именно цель это качество жизни улучшение качества жизни населения в частности жителей Хабаровского края не менее важная цель это это мониторинг общественный контроль за эффективностью законодательной исполнительной власти должностными лицами публичной власти прокуратурой собственно говоря за всеми мы народный ревизор то есть наш коллектив состоит из специалистов в том числе наша организация социально ориентированная потом с членами нашей организации является инвалиды пенсионеры ну бывшие силовых ведомств ну и соответственно у нас как бы такой ориентир такой серьезный специалисты экономисты финансисты мы много лет работаем в направлении взаимодействия помогаем депутатам это я по своей зрении скажу а с 21 года примерно Михаил Викторович мы работаем плотно с Михаилом Викторовичем и Натальей Петровной Жиряковой то есть все то что беспокоит людей мы это свежим мониторим а потом информат работы такой что я подаю обращение предварительно на имя Жирякова Наталья Петровна Михаила Викторовича Сиброва подготавливаем запрос мотивированный с экономическим анализом а они со своей стороны оформляют должным образом и направляют сейчас акцент нашей деятельности это соответственно жилищно-коммунальная сфера это тарифы это бедность населения это значит ну сейчас появилось новое направление это СВО мы еще вот только осваиваем инвалидность это то что выбирает инвалидность у людей либо их смягчает это наша стезя а социальная группа населения это пенсии и следуя тому что я изучила вашу программу перед тем как выступать я пришла к выводу что у нас общих направлений достаточно много тут все сегодня жалуются я понимаю проблем-то очень много Марина Владимировна я извиняюсь время уже вышло у нас еще несколько выступлений все я заканчиваю нам не этого рапорта мы опоздали надо дать какие-то возможности тоже выступить значит я заканчиваю учебу чтобы не тратить время драгоценное я подготовила как всегда обращение я прошу прощения Борисович помогите мне пожалуйста предложу драгоценную резолюцию прошу поставить и позволить исполнение всех моих мельчиков Александр Владимирович Кухарев полминуты Сергей Николаевич вопрос очень емкий и времени очень много значит вам как экономисту абсолютно понятно что без базовой отраслей промышленности не будет ничего ни решения никаких вопросов ни социалки ни медицины ни образования ничего значит сегодня в условиях СВО актуальность развития промышленности стоит еще здесь значит к сожалению Хабаровский край ну красиво звучит утро встает на востоке к сожалению здесь солнце иногда закапивается в обратном направлении в том числе в отношении предприятий промышленности сегодня есть например предприятия оборонно-промышленного комплекса входящие в перечень стратегов которые в общем-то в течение многих лет целенаправленно уничтожаются причем уничтожаются головными корпорациями есть предприятие Хабсутмаш или Хабаровский завод имени Горького в свое время был градообразующим вокруг завода сегодня огромный поселок до 30 тысяч населения и каждое утро весь поселок в течение двух часов едет в центр города промышленности промышленности нет вот здесь вопрос стоит о том что не гармонизированы законы по гособоронзаказу 275 закон с иными законами с налоговыми даже гражданским кодексом хотя буква закона значит приоритет гособоронзаказа несмотря на это значит сегодня предприятие зашло в процедуру банкротства несмотря на то что это состоит в перечне стратег вот все упирается в то что значит приставы поддерживаемые прокуратурой все все деньги до копейки у предприятия драйв мы видим в этом прямое нарушение закона прокуратура видит здесь значит все-таки приоритет бюджета вот мы так с вами понимаем что нет промышленности нет бюджета нет поступлений сегодня предприятие на котором работало 30 лет назад 4 с половиной тысячи человек а после войны великая отечественная до 10 тысяч человек опять же Сергей Михайлович вопросов много вам огромный привет от вашего знакомого Шакира Шакирова Рената Беларуловича вашего коллеги очень актуальный есть вопрос который если по возможности в аэропорту 5 минут если мы подъедем как-то обсудим спасибо дорогие товарищи дорогие друзья я пользуюсь возможностью не все смогли выступить не все смогли задать вопросы я на всякий случай некоторые здесь уже со мной встречались знают я скажу как со мной напрямую можно связаться через интернет у меня есть очень простой сайт miranov.rf miranov русскими буквами маленькими буквами miranov.rf тоже маленькие miranov.rf если зайти на этот сайт miranov.rf на главной странице в правом верхнем углу будет такая плашечка рубрика интернет приемная если вы напишете туда интернет приемную читать будут я и только я никакие не помощники не советники никто это читать не будет читаю я дело в том что в те часа дня по Москве каждый день из выходных мой помощник нажимает кнопку распечатывает все что пришло в интернет приемную распечатывает без модерации я вот ребятам рассказывал что такое без модерации народ простой замучен герократом пишет вот что написано я это читаю некоторые считают что начальника надо беречь надо мат убирать а я сам все читаю и в этой связи вот любые идеи предложения просьбы пишите мне вот интернет приемную на сайт миронов.рф знайте что читать буду лично я и лично я отреагирую и постараюсь обязательно помочь спасибо вам к сожалению пора ехать в аэропорт у меня еще впереди полминуты ну сейчас да впереди еще много поездок если получится может быть смогу приехать к вам где-то в конце августа в начале сентября уже перед 8-м сентябрем поддержать вас уже во время избирательной кампании но это как будет складываться для всем желаю здоровья и нам конечно победы главной победы на фронтах СВО ну и нам наши партии победы на выбор и в Краевую и в Краевую и в Краевую Духу спасибо Добрый день всем участникам Сергей Михайлович Сайков Виктор Владимирович председатель Хабаровского Краевого Союза Садоводов Хабаровские 400 тысяч садоводов именно они ходят на выборы поэтому аэропорт можно отложить туда а этих 400 тысяч пригласить в этот зал следующее я вам уже передал там наше обращение на 7 листах по изменению законодательства так все устроили что этих людей садоводов сегодня это последнее что осталось коррективное от Советского Союза ликвидируют по сути дела как изменить 217 что сделать в налоговом кодексе что делать в гражданском градостроительном и так далее мы вам написали обращение к вам участникам сегодняшнего совещания здесь кандидаты которые хотят избираться куда-то 400 тысяч человек связь у меня такая же прямая через наше региональное отделение через Сергея Михайлович поскольку мы много лет в Москве под Филов там прочее и так далее нагибили все я просто еще раз обращаю внимание нужно победить поэтому встречаемся вот в региональном отделении обращаемся к лидерам партии в государственной думе работе мы победим спасибо аплодисменты у нас сейчас фотографировано хотя бы одну фотографию можно сделать общую тогда все быстро идут нахрисовки внимательно сами делаем общую собрку Субтитры подогнал «Симон»